Здравствуйте, друзья! Находясь в Турции, а именно в городе Анталия, у меня часто возникает дилемма, какое место посетить в первую очередь. В Анталии очень много мест, куда можно с интересом ходить, как взрослым, так и детям. И выбор у нас сегодня пал на парк Массал. Парк Массал находится в микрорайоне Варсак, что относится к району Кипец. Добираться мы туда будем на автобусе. Ну что, в путь? Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот мы и на месте. Спустя 30 минут наблюдений за красотами Анталии мы прибыли в парк Массал. Автобус остановился прямо напротив парка. Пойдемте посмотрим его поближе. ПОДПИШИСЬ! мы сюда! М diупий мы так будем Продолжение следует... И только войдя в парк, нас встречает Олимпийский бассейн имени Однана Мандереса. Здание выглядит современно и не портит общий вид парка. Продолжение следует... Давайте немного прогуляемся, прежде чем рассмотрим поближе главную достопримечательность этого парка, коей и являются герои сказок и мультфильмов. Продолжение следует... Практически у входа в парк расположено кафе, где можно перекусить, если прибыли сюда не позавтракивши, или просто попить кофе. Музыка Музыка Также на территории всего парка находятся уютные беседки для пикника и детская площадка. Здесь чисто и уютно, территория парка обнесена забором, предусмотрена охрана и пребывание детей считается безопасным. При всем при этом, этот парк открывается ежедневно в восемь и работает до десяти. Вход, кстати говоря, бесплатный. Продолжение следует... 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 Из центра города до этого парка можно добраться несколькими способами. Первый способ является автобус ВФ-01 или ВС-18. Вторым способом являются трамваи, но чтобы попасть в этот парк на трамвае, придется ехать с пересадкой. Мы прибыли сюда в будний день, дабы здесь было поменьше людей, так как в выходные этот парк посещает множество людей. Как семьи с детьми, пришедшие на пикник, так и просто отдыхающие, что пришли в этот парк прогуляться и насладиться природой этого парка. Проходя по парку, мы видим вот такие вот интересные тематические беседки. Давайте рассмотрим одну из них поближе. Несмотря на то, что парк посещает множество людей каждый день, в беседках прибрано. Столы и лавки всегда убраны от мусора. Но как это часто и бывает, все воспринимают красоту по-разному. Так и кто-то захотел украсить это место по-своему. Несмотря на то, что стены этой беседки зарисованы, это не отменяет того факта, что здесь можно остановиться в жаркий летний день, чтобы спрятаться в тени от солнца или же просто пообедать. Прямо перед нашими глазами расположены еще одна вещь. Сейчас мы взглянем на нее поближе, прежде чем начнем увлекательное прохождение по другой части этого парка, в которую мы, собственно говоря, и пришли. Продолжение следует... 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 Итак, друзья, Тома мы посмотрели, но на этом наша прогулка не заканчивается, и мы с вами идем дальше, или даже небольшой спойлер, скорее назад в прошлое. Продолжение следует... 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 А также их скромное каменное жилище. Итак, вот мы и осмотрели маленькое скромное жилье Барни и Бетти Раббл. Оно хоть и маленькое, зато свое без мам, пап и кредитов. И тут дальше мы видим жилье или постройку, как хотите называть. Я не помню уже, чье оно по сериалу, но давайте мы его с вами осмотрим. Оно уже в два раза больше и уже двухэтажное. И плавно от этого здорового здания мы с вами переходим к автомобилю семьи главных героев, а именно Флинстоуна. В нем можно посидеть, и что мы сейчас с вами и сделаем. Да. Посидев в нем, может сложиться ощущение, что это детище автоваза. Итак, ну а мы с вами проходим дальше к главным героям, а именно Уилми Флинстоун. Уилми. Она называется по-разному в разных вариациях. И ее супругу Фрэду Флинстоуна, который застыл в такой слегка непонятной позе. А также здесь мы с вами можем наблюдать их скромное жилище каменного века. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Но на этом данная экспозиция не заканчивается. Мы с вами можем пройти дальше, чтобы посмотреть на домашних животных, всех героев, которых мы уже прошли. А именно это домашнее животное семьи Флинстоунов, то есть Дино. Динозавр. Динозавр. И домашнее животное семьи Раббл. Это Хоппи. А в центре мы с вами видим детей. Именно Фэббл с Флинстоун и Бам-Бам-Раббл. Если сказать коротко о сериале, то он имел 6 сезонов и было снято 166 серий. Это все было очень интересно, но нас ждут с вами следующие экспозиции. А дальше расположена экспозиция в два дома от неизвестной нам сказки. Если вы вдруг знаете, что это за сказки, вы можете написать это в комментариях, чтобы мы потом узнали о них больше. А так давайте просто осмотрим их и пойдем дальше. Продолжение следует... 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 Ну и как вишенка на торте завершает эту экспозицию Принц на белом коне спешащий на помощь спящей красавице Ну и конечно же, кто же не знает самого удачливого бизнесмена подводного мира, мистера Крабса С которым, к сожалению, приключились некоторые несчастья А также беззаботную звезду Патрика И всегда на веселее, всегда позитивного персонажа Губку Боба Подходя сюда, у многих из вас, скорее всего, в голове уже заиграла песня «Арабская ночь» Так как мы подходим к мультфильму «Аладдин» Здесь представлены все его основные персонажи А именно, сам главный герой Аладдин С принцессой Жасмин Его верного помощника Джина Который всегда готов помочь в их трудной ситуации Ну и конечно же, куда же безверного друга Аладдина Это обезьянка Абу, которая всегда за любой движ и его поддержит в любой ситуации И вся эта довольно обширная композиция представлена на фоне большого замка Аграбы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь расположен неизвестный нам персонаж Который как бы останавливает нас Перед тем, как мы пройдем дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы проходим постепенно к более известному персонажу А именно неустрашимый Дон Кихот Ламанческий Это борец с ветряными мельницами И его верный друг и помощник Это оруженосец Санчо Пансо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется отметить, что все фигурки здесь достаточно детализированы И легко узнаваемы прямо с первого взгляда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это немного неизвестная для нас сказка Я думаю, вы нам поможете и подскажете в комментариях, что это такое Но единственное, что хочется сказать, что это отменное решение Устроить и сказку, а также уборную для посетителей, Которую посещают люди, пришедшие сюда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь мы можем наблюдать Восточный театр Кукол Восточный театр Кукол ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь представлена еще одна неизвестная нам сказка Здесь мы можем видеть человека с биноклем, Который наблюдает куда-то в сторону ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, второй персонаж Похожий то ли на кузнеца, то ли на стеклоплавильщика Здесь представлена сцена премьерки Туфики из моего фильма Золушка, мы видим застывших в оцепенении мачеху И двух ее дочерей, огорченных тем, что их коварные планы Рухнули при виде, с какой легкостью принц надел Золушке туфель по... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА